Гомельское областное объединение профсоюзов Профсоюзы были и остаются одной из основных опор гражданского общества. Именно поэтому они должны взять на себя часть той огромной работы, которую предстоит в ближайшем будущем выполнить в нашей стране. Вы – партия наших трудящихся. Вы являетесь основным проводником государственных идей. Вам должно быть до всего дела. В Гомельской области сложилась и эффективно действует система социального партнерства как на уровне региона, так и на уровне районов и отраслей. Многолетнее взаимодействие обл. полкома, областного союза нанимателей и областного объединения профсоюзов осуществляется в рамках участия в работе областного совета по трудовым и социальным вопросам. Благодаря деятельности этого органа стороны имеют возможность рассматривать любые аспекты социально-трудовой сферы, активно влиять на решение проблем экономического и социального характера. В организациях и на предприятиях области заключено более 2700 коллективных договоров. Их действие распространяется на более чем 530 тысяч человек. Защита прав и трудовых интересов – приоритет в работе Федерации профсоюзов. Так, в областных структурах сегодня работает 9 штатных юристов. К юристам ежедневно поступает около 140 телефонных звонков по различным вопросам трудового, жилищного, гражданского законодательства. Ежемесячно на личном приеме у юристов профсоюзов областных структур получают консультации до 150 человек. В 2017-м профсоюзными юристами было дано около 5000 консультаций. В целях повышения правовой защищенности граждан на постоянной основе профсоюзными юристами совместно с представителями прокуратуры региона Гомельской области и городе Гомеле проходят выездные приемы граждан, на которых все обратившиеся могут получить правовую консультацию по различным вопросам. В прошлом году нашим профсоюзным комитетом и комиссией по трудовым спорам был рассмотрен трудовой спор о вынесении работнику выговора и лишении его премиальных выплат. Трудовой спор рассматривался, конечно, очень долго, но благодаря сплоченной работе нашего профсоюзного комитета и помощи нашего отраслевого обкома профсоюза в местной промышленности коммунально-бытовых предприятий этот спор решился в пользу работника. Часто бывает, что работники предприятия думают, что победить в трудовом споре между работником и нанимателем невозможно. Но в данном случае правда на стороне того, кто прав. Здоровье и безопасные условия труда – важнейшая сфера реализации социального партнерства. Создание достойных условий труда, обеспечение всем необходимым – основные составляющие производственной безопасности. В стране создана Единая техническая инспекция труда Федерации профсоюзов Беларуси, работающая в тесном взаимодействии с госинспекциями и нанимателями. В Гомельском областном объединении и в отраслевых организациях сформирована система организации общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда. Техническими инспекторами труда в течение 2017 года был осуществлен общественный контроль более чем на тысячи предприятий и организациях Гомельщины. Обнаружено более 9 тысяч нарушений правил охраны труда. Запрещена эксплуатация более 170 травмоопасных единиц оборудования. С участием профсоюзов по всей области проведено около 2 тысяч рейдов мобильных групп и выявлено 18 тысяч нарушений. В охране труда нет мелочей, не все важно, поскольку каждый отдельный нюанс – звено цепи целого. Совместно, а более точно, командная работа в этом направлении – это, наверное, самый надежный способ обеспечения безопасности. В энергетике, как известно, ряд профессий сродни работе сапера. И одна нелепая ошибка может стоить человеку жизни. Поэтому свою задачу, как общественного инспектора, да и всех других общественных инспекторов по охране труда, я вижу в том, чтобы не проходить мимо недостатков, ставить вопросы перед руководством, самому принимать участие в их устроении, показывать, например, работающим рядом. Каждый новый день – насыщенный калейдоскоп мероприятий, благотворительных акций большой семьи профсоюзов. Культурно-массовая, спортивная работа – это то, что также объединяет. В таком единении интересов и увлечений раскрываются новые таланты, новые профессионалы, появляются новые активисты. Традиционно проводятся конкурсы профессионального мастерства. Вместе с тем, особое внимание обращено на популяризацию деятельности трудовых династий человека труда. По итогам 2017 года лауреатами областного конкурса «Гомельский мастер» признано 57 человек. Традиционными стали конкурсы по ряду рабочих специальностей. Все, что мы имеем и чем гордимся, создано руками человека-труженика. Очень важно, чтобы на фоне всеобщей компьютеризации не ушли в тень люди рабочих профессий и крестьяне-кормильцы. Те, кто обеспечивает всем нам надежный тыл и продовольственную безопасность. Поэтому совместные усилия и государства, и профессиональных союзов должны быть направлены на укрепление авторитета и статуса таких специалистов и на достойную оценку их труда. Каждый год профсоюзами области совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси проводятся благотворительные акции в пострадавших от аварий на ЧАЭС районах. Главная цель таких проектов – уважение и благодарность тем людям, которые своим трудом делают свой край краше и чище. Ежегодно в регионе проходит благотворительная акция «Профсоюзы детям». Помощь, оказанная детским интернатным учреждениям, различным детским благотворительным фондам, только за 2017 год составила более 120 тысяч рублей. Для усиления проводимой молодежной политики на базе областного объединения осуществляет свою деятельность молодежный совет. Районные, городские объединения также активно работают с молодежью, организуют образовательные проекты, обучение, встречи для молодых специалистов, конкурсы и развлекательные программы. Гомельское областное объединение профсоюзов активно развивает взаимоотношения с профсоюзами ближнего и дальнего зарубежья. Налаживание и дальнейшее укрепление тесных связей с профсоюзами других государств предоставляет отличную возможность донести до общественности информацию о развитии и деятельности белорусского профсоюзного движения и позаимствовать положительный опыт работы у коллег. И это еще один шаг к развитию. Нельзя рассматривать деятельность профсоюзов неотъемлемо без социального диалога с исполнительной властью и союзом нанимателей. Вот только в этом тандеме, в этой связке мы можем решить определенные проблемы трудового человека, а без этого диалога наши усилия будут минимальными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова